Продолжение следует... Начну я с того, что, конечно, скажу, хотя все, наверное, знают, в чем пойдет речь, в смысле темы, что такое вообще теорийство, почему это интересно, но все-таки начну немножко с того, что скажу несколько слов о работе. Почему люди интересуются теорией структуры? Во-первых, это дает самосогласованную теорию измущений, включающую гравитацию. То есть нужно получать амплитуды в производном порядке теории измущений, включающие в себя безмассовая частица со спином 2, то есть гравитон. Во-вторых, кроме этой интересной и с хорошими свойствами теории измущений, в теории структуры есть большая часть, связанная с выходом за пределы теории измущений. Это в основном пределы низких энергий, которые соответствуют суперструктуры и суперструктуры. Дальше интереснейшая теория возникает при уменьшении числа измерений, что необходимо делать, поскольку исходы в простом пространстве суперструктуры сформированы в 10 измерениях. И, значит, мы должны представить пространство в виде произведения черепленного пространства на компактное пространство. Геометрия про компактного пространства как раз очень интересная. Для ее изучения нужно использовать комплексную геометрию, топологию. Возникают какие-то интересные объемы, как пространство кладбиелы, в частности. И также при деле супергавитации интересное свойство ученого геометрия. И прийти достаточно далеко, в частности, рассматривая суперсиметричное состояние, то есть BPS-состояние. Далее, в последнее время BPS-состояние стало использоваться для описания систем, в которых сильно взаимодействие и, соответственно, практически никакие методы описания систем не работают. Так вот, может быть, решетчинных вычислений, которые также очень сложные, сколько нужно описывать большую систему. И число состояний растет очень быстро, и вычисления даже численные, конечно, заплодненные. А с помощью теории струн, или именно соответствия связи с пространством антидеситера, то есть BPS-состояние соответствия, удается описывать некоторые модельные системы сильной связи, в том числе фазер-переходов. Ну и последнее, но не самый меньший источник интереса, это богатая математика, которая возникает в теории струн. Поэтому теории струн интересуются даже и чистой математикой, не говоря уже о средствах математической физики. Как же возникла теория струн? Что это такое? Исторически теория струн возникла из программы построения аналитической теории с матрицей. То есть в 60-х годах стало понятно, что сильные взаимодействия достаточно сложно описать с помощью квантовой теории поля. Во-первых, потому что тогда еще не было открытых квантовой техомодинамика, и явление антикетической свободы в квантовой техомодинамике. С другой стороны, было множество инфиритальных данных, которые показывали, что имеется множество мизонов и барионов, объединены в мультиплеты по симметрии, с разными спинами, массами. И считать их всех элементарными частицами, конечно, не представлялась возможность. Выставить их составные частицы, писать их как составные. Тогда, ну, начинали в рамках квантовой модели, но тогда было... Это не давало возможности описать их объекты рассеяния. Поэтому, возникла программа, не вводя действия в рамках жанра, не используя квантовой теории поля, использовать только симметрию, соответственно, глупые полуколеры, то есть симметрию постепостанства времени. Дальше, причинность, из которой следует аналитичность оттуда растения, их аналитические свойства. И использовать унитарность ГС-матрицы, откуда можно вводить соотношения элогичные в симметрии с аналитической теории. Ну, и, конечно, вообще, вот. То есть можно связывать сечение рассеяния с дневными частями ингредиентов. Высказывалось такое положение, что только вот этой вот информации может оказаться достаточно для построения всей теории. И, действительно, вот в рамках этой программы конкретное решение было найдено, ну, и оно оказалось самым простым, единственным простым решением, которое там было получено. А именно, была предложена Венециана в 1967 году, амплитуда, которая имела все нужные свойства. То есть она имела интересное синтетическое поведение, которое вот здесь вот внизу написано. То есть здесь у нас амплитуда зависит от единых вариантов STU. Амплитуда для четырех частиц рассеяния. Ну, естественно, там убраны все кинематические факторы. Там законность с камней, которая присутствует эта функция. Альфа – это линейная функция просто от соответствующего варианта. То есть Альфа – это линейная функция от S и так далее. Да, это та же самая функция от P. То есть, вообще, это называется тариттория Рейджи. Тариттория Рейджи. Причем, потому что вот, если посмотреть на нижнюю строчку, кусочек этой амплитуды, первая сладкая вода написана, у него асинтотика такова, что при фиксированных T, при инверенте S в страничной бесконечности, имеется вот такая вот степенная асинтотика, где коэффициент зависит от T. Там из некоторых соображений его даже указали уже к этому моменту, что это должна быть линейная функция. И показатель тоже, как раз вот есть, тариттория Рейджи, функция T. Ну, в данном случае, он сам предложил брать линейную таритторию Рейджи. В этом случае, вот эта вот амплитуда, которая складывается из трех бульта-функций Рейджи. Каждый кусочек симметричен относительно замен на S и T. По отдельности. Второй кусочек, естественно, относительно S и U, замен на симметричен. Если посмотреть на нейросимптотику, асимптотика какая нужна. Ну, и какое-то вот это вот свойство симметрии замечательное имеется. Один кусочек симметричен относительно замен на S и T. Другой S и T. Соответственно, если мы дальше начнем смотреть на эту амплитуду, и в каждом канале найдем полюс, полюсы. Полюсы, естественно, соответствуют частицам в окружающем состоянии. Поэтому вот рассматривая какие-то мест полюсы экспертов, мы можем понять, какие спинные массы есть в этой теории. Амплитуда унитарного предела-то удовлетворяет? Сама по себе, по отдельности, она, конечно, еще не унитарна. Это только Борновская амплитуда. Сама по себе. В этой теории. Ну, просто, если мы на нее запишем соношение унитарности, то там будет квадратная амплитуда, соношение унитарности, будет квадратичнее по этому коэффициенту g, который перед ней стоит. А мимая часть, там, линейная, мало всего. Ну, линейная, конечно, будет. Это амплитуда по g. Поэтому, собственно, соношение унитарности должно связывать не квадрат этой амплитуды с ее мимой частью, а мимая часть этой амплитуды должна равняться уже следующему вкладу. Чего измущений. Но вот этот следующий вклад оказалось и все прочее, все новичастичные амплитуды, не только четырех хвостов, все амплитуды с многими частицами, все те петли, все прочее, то есть полностью по мимитарной теории самосогласованной оказалось возможно восстановить только вот из этой угаданной амплитуды. И это... Это типа частиц, ну, хиомионы, бозоны... Это бозоны, во-первых, здесь, и гиги... Это зависит от типа частицы здесь. Ну, это... Более тонкий вопрос. Вот так вот, глядя на нее... Ну, симметрично. Тут... Симметрия, в общем-то, более-менее, амплитуды такова, что... Потому что она симметрично если написана в три частиц, да, там, с фирменом какая-то симметрия. Поэтому, в принципе, как так написано, буквально в таком виде написано, она очевидна для мозонов. Но... Обобщить и написать похожие амплитуды, написавшие амплитуды, тоже оказалось возможным. И это быстро, там, в течение четырех буквально лет, там, под ПВСД. Так вот, к этому, естественно, мы дойдем. Вот амплитуда как-то провисает, да? Амплитуды. Да. А здесь, поэтому она, вот, действительно, амплитуда, которую можно нарисовать, как обмен такими-то частицами, скажем, в заданном канале, да? Но вот этих частиц, полюсов этих, конечно, много, очевидно. Да? Т.е. массы, квадратный масс, где-то там, под самым целым числом, где-то там, если тут смотреться, можно увидеть. Ну и дальше их, конечно, много. Но, что замечательно, и вот это вот свойство назвали дойностью тогда, и все следующие модели стали называть дойными моделями, что эту амплитуду можно записывать, как залгать сумму полюсов, как в одном канале, так ее же можно представить в виде обмена частицами и в другом канале. Но, разумеется, обычно это сделать нельзя, если обмен идет конечным числом частиц. То есть, вот, оказалось, что достаточно было увидеть вот одну бонусную амплитуду, так тут же она была обобщена, там, в течение нескольких трех-четырех лет, до полной теории. Но, что это за теория в начале, сразу было непонятно, на что она физически описывает. Но, хотя, достаточно быстро уже, посмотрев на спектр, высказали предположение, что, все-таки, эта теория должна описывать какой-то, какой-то одномерный объект. Ну, почему? Потому что, спектр, действительно, похож на спектр колебаний, трех-трамот, именно одноверного объекта строения. Ну, а уже перед этим высказывались модели взаимодействия кваков в мезоне, основанные на том, что, квак, антиквак мезоны связаны с некоторой струной, и, значит, энергия как опорционально в длине этой струны, с некоторым коэффициентом, который называется натяжением. А спектр, вне, спектр полюсов, да? Да, спектр полюсов, ну и, соответственно, аспектр, там, масс этих мезонов. То есть, полюса, полюса, это квадраты массы, буквально, в полюсах находятся, то есть, полюса имеют вид s минус 3 квадрата, да? То есть, это сумма с какими-то коэффициентами. Мы четверти в полюсах, есть такая сумма. Ну, а если это, как все это знают, двух ставящих частиц, квадрат, с суммой 4-летеров. Коэффициент, да, конечно, потому что, у них спин, вообще говоря, есть, и, собственно, вот, коэффициенты, какие-то полиномы по t-степень, там, как раз, полиномы связаны со спинами. этих этих частиц. Вот, ну, это, мы, естественно, не будем строить теорию струн в рамках генетической теории с матрицей. Потому что, хотя это очень интересно, важно знать, что это, в принципе, возможно. Но это нас бы немного бы научило. Вот, но то, что такой путь тоже возможен, он нам вселяет уверенность, что наши другие методы более красивые, идеологически интересные, которые будем использовать, они, что мы там где-нибудь не ошибаемся, каких-то трехехлассов. Потому что, вот, есть много независимых подходов, и все они, прекрасно согласуются. В частности, вот. Из-за этого видоскеппа видно, что это одномерный сугуч. Ну, вы сказали... Да, в принципе, в принципе, да. Ну, это, там же регистантный сугуч. И это что означает одномерность? Ну, нет, это надо тоньше смотреть, мы не будем это прямо выводить. Ну, как сказать, что квадрат массы, то есть, динерт, это, как он исполнит? Эканистанта, квадрат массы эканистанта, да. То есть, массы, там, корни, содержат из целого числа некоторого. Ну, если есть динерт, нельзя их привести? Ну, нет, конечно, нет, массы, если мы знаем массы, там, естественно, все знаем, то есть, только массы отсюда мы видим, но надо, во-первых, их, они вырождены, они очень сильно вырождены, все вот эти вот полюса. т.е., там, вклады, от большого числа состояний при, в каждом полюсе дают. На самом деле, число это растет экспонциально, даже с n, число вкладов, число состояний заданной массы, там экспонциально разрастает, как и положено, в общем, для струны, потому что могут быть одновременно возбуждены, естественно, несколько мод, да, у них, там, ну, и понятно, что есть несколько мод колебаний, вот этого как-то как-то каждое, может быть, возбуждено иметь хеликтое число заполнения, да, ну, и, соответственно, весь квадрат масс, ну, видит вот такой суммы, ну, у омега это тоже не клицевое число, да, как бы говоря, можно и здесь написать с неким коэффициентом, то есть, что-то вот такое, можно написать, в принципе, да, но здесь будет, во-первых, это не один такой вклад, а таких вкладов здесь столько, сколько координат, грубо говоря, ну, и во-вторых, что одну и ту же, от этих даже вклад массы, можно получить многим слов способов, вообще говоря, ну, еще сколько способов, там, экспоненциально, естественно. что-то это бесконечно столько уже написал, да? нет, потому что вот эти вот, начиная с некоторого, они многие все числи выполнения, есть есть моды изменилась, конечно, массово, естественно. Ну, значит, от этого идем дальше, это практически мотивация, дальше, я просто скажу, что там происходило после этого открытия, естественно, это будет план этих лекций, вот, значит, фанализировали, что следует из этой амплитуды, обобщили ее до полной инвентарной теории, вот, увидели, что исходная вот эта вот амплитуда описывала растеяние вот этих вот струн в виде отрезка, да, колеблющихся, которые действительно вот мизон описывают, два контекла связаны, ну, группа описывает мизон. А что значит растение струн, в каком смысле? Ну, вот амплитуда вот эта вот описывает растение каких-то частиц, которые тогда еще не знали, что это, струнами не называют, амплитуды но потом, значит, анализируя еще что-то такое, там действительно научились получать эти состояния из нот колебаний действительно некого действия гранжана, который, очевидно, там описывает некую струн, к чему мы сейчас сразу же перейдем вот, и именно исходная первая инвентарная описывала именно такой мизон от фета струна, но тут же было построено и вариант для струн замкнутых, оказалось, что они между собой взаимодействуют, на самом деле, обнаружили, что описывать вот эти амплитуды удобно используя операторный формализм и амплитуды амплитуды это что вы начали слое сейчас мы будем рассматривать, так что, вначале просто пробегаем план фактически что мы в каком-то виде рассматривать вот поняли, что удобно вести для каждой моды оператор уничтожения операторный хромализм что получается интересная аудиосиметрия но факт, который конечно тогда расстроил те, кто помогал это применять для конкурсных взаимодействий можно построить только в космосферной размерности 26 дальше где-то в 1970-1951 году попытались добавить фермионы и результат получился интереснейший потому что в связи с этим была открыта суперсиметрия то есть была первая суперсиметрия модель то есть оказалось, что если добавить согласовым образом в эти модели фермионы то получающая теория обладает симметрией которая включает не только коммутаторы генераторов симметрии как обычно то есть алгебра симметрии не просто алгебра но она еще включает и антикоммутаторы операторов которая ничем не по фермионы полям вот и и ну чуть ли не до но я не скажу но это 70-71 год директор может ну в общем это возможно это первое но может но они исходили не из не закладывали изначально суперсиметрию в этом модель а просто достаточно согласованным образом на самом деле всего два варианта оказалось один вариант придумал Гамон а другой вариант Юрий Шварц придумали вот там двумя способы можно увольнить тримленные в обоих случаях симметрия теория которая общает симметрии в этой теории вообще понятие алгеброли включая экономию коммутаторов еще и антикоммутаторы ну естественно там тоже и якобы при этом тоже обобщаются с учетом антикоммута естественно что следствие было очень много и из этого естественно все знают вот дальше во-первых была открыта КХД синтетическая флагода поэтому и они описали в каком-то виде сильные самодействия и мы сейчас знаем что правильно описали вот с другой стороны были вот эти вот проблемы в этих бываемых моделях связаны с размерностью наличием экионов спектра вот поэтому стало понятно что сильные самодействия и описывать ими не совсем хорошо что-то описывается хорошо, а что-то не очень но с другой стороны появилась идея что можно применить эти теории для написания квадроабилитации потому что в спектре этих вот частиц теории оказывается есть частица безмассовая и со спином двойка которая сейчас подходит на выбор квадроабилитации а как мы знаем отдельно что все там безмассовые частицы со спином двойка они должны взаимодействовать таким образом что теория получается с той же симметрией что и с той же симметрией что и квадроабилитация потому что фактически это симметрия которая называем или симметрия относительно всевозможных замер координат диформорфизма то есть кратких замер координат что эта симметрия просто требуется для самосгласованности теории это известный факт поэтому если есть безмассовая частица со спином двойка фактически это годится ныжу для инвентации то есть я понимаю что комбинация с рибанием этой строку да т.е. надбол наблюдаемых частиц только описывается жесткостью какой-то полгруппности т.е. парамидоза мало здесь мы имеем только из-за т.е. клад а между ними с дуном т.е. 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 все это отмисывается естественно сравнивать это с наблюдаемым действительно сперк То есть, что некоторые квадраты масс ложились на линии, так что квадрат масс пропорционален уголовному моменту. И вот это как раз и здесь, естественно, заложено в эту теорию тоже. То есть, какое-то согласие есть, но, естественно, точного согласия с реальным спектром, особенно низколежащих мизонов, там, естественно, нет. Мы говорим же о том, что размерность в чистом плоском красностранстве рассматривают под 6 измерений, а если добавить фермионы, то 10 измерений. Так что, действительно, как к теорию сильного взаимодействия, это уже к тому времени не забросилось на 10-е годы. И стали это немножко присматриваться к теории гравитации. В то же время были рассмотрены фильтры косметичной теории гравитации, то есть и супер гравитация в различных вариантах. Естественно, в идее низких энергий, когда рассматриваются только безмассовые моды, теории струн, они соответствуют, естественно, супер гравитации. Ну, вариантов было много, потому что изначально можно добавлять в теорию любую отельбовочную симметрию с любой глупой габелевой гравитации. Таких, конечно, вариантов губ бесконечно много. Но, в принципе, там видно, что там могут быть аномалии, поскольку там есть фермионы, прокроволировать несимметричные теории. И если добавлять любую группу, в принципе, вам происходит аномалии, ну и теория, может быть, не самосогласованная. Если только эти аномалии не сократятся. Ну, вот, в середине 80-х выяснили, что аномалии сокращаются только в двух возможных специфических гравитационных группах. И, кроме того, там есть еще два варианта. Бесусерка, их добавили патриониза, добавили гравитационную группу. Итого, там, наверное, считали пять возможных вариантов теории Суперстонга. Что вот это вот вызвало новый интерес к теории. Потому что тут такая вот единственность и искорительная сила, конечно, всех обрадовала. Ну, и тут уже стали все-таки дальше праватый вопрос, как избавиться от лишних координат, координат в пространстве времени. Их шесть, да? Суперструнные в десяти измерения. Значит, шесть лишних. Нужно, значит, их убрать и компатифицировать на какое-то вот пространство. Ну, и стали осматривать варианты конфликации, которые оставляют еще суперсимметрию после комбатификации. Ну, вот, выяснилось, что... И это надо компатифицировать на пространство. Особые, так называются, пространства Калабияу. Начали исследовать эти пространства. Но оказалось, что все-таки этих пространств Калабияу шестинервных, десятки тысяч, а возможно, и бесконечно. И, конечно, их число и нет, до ограничения этого неизвестно. То есть, это естественно, что уже сказали от Шалажей. Если нет вопроса вообще конфликации этих пространств. Ну, дальше, в 90-х годах, были открыты дуальности, которые связывают между собой различные варианты суперструнг. И таким образом оказалось, что теория не пять, а одна всего лишь. Просто все эти пять вариантов, это ее разноприделы. Дальше оказалось возможным применить суперсимметрию, в том числе и прямо струны, для подсчета числа состояний для специальных видов черный дыр. Суперсимметричный ВПС черный дыр. И, там, было найдено согласие с результатами квадиказистического подхода к реабилитации. Что, действительно, алкоголь в число состоянии, то есть, энтропия, фоноциально по площади поверхности. Причем формула Петтенштейна. Ну, и с 90-х годов до сегодняшнего дня развивается подход, связанный с осмотрением теории струнг. Простанции антидеситтера, состоящее в том, что вот эта вот теория струнг. Простанции антидеситтера, оказывается, соответствует, то есть, можно построить соответствие между теорией струнг. Простанции антидеситтера с калибровочной теорией, с большим числом цветов в плоском простанстве времени. Которая некоторым образом является границей симпатикой этого простанского антидеситтера. Ну, и это, соответственно, там применяется сейчас, ну, если ли, каких-то... Ну, и, соответственно, оказалось естественно тем, что он связывает вот эти вот теории в режимах, когда... С одной стороны, мы имеем режим, который поописывалось, скажем, без статистического заключения. С другой стороны, мы имеем сильную самодействующую теорию, которую нам в ее собственных рамках описать нельзя, но вот можно получить информацию о ней благодаря этому соответствию. Ну, в различных версиях этого соответствия, значит, сейчас удается описать какие-то интересные системы, которые обладают определенными симметриями, соответственно, у них наблюдаются какие-то фазовые переходы, а теория фазовых переходов лишь сложная, поэтому там рады любой информации, в том числе вот этой вот. Ну, вот это вот вся, так сказать, история и мотивация. Теперь, собственно, давайте рассмотрим, действительно, такой вот одномерный объект, склону. И попробуем ее описать, какие там получатся ноты колебаний, скорее симметрия. И в дальнейшем, давай посмотрим симметрию, там мы сможем и построить облитуды рассеяния с нужными свойствами. То есть, ну, в конце концов, мы вас постаруем, в том числе вот это вот ангибирио Реносуна, с которой все начиналось. Собственно, с чего я сейчас перебываю? Идица. 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 Ну, я думаю, что вопросы по ведению, ну, пятой стоит, да, звали? Потому что, как раз, вот, в том... Дальше мы, как раз, собственно, займемся к тому, что мы будем прояснять. А, естественно, полного понимания и заведения невозможно, да? Видно просто, что это интересно, что есть разные аспекты, связанные как с теорией возмущения, так и с выходом. То есть, сравнивать эти возмущения с геометрией, то, чем здесь намечательно. Что это еще и можно поменять и в физике. Катетическую и геометическую физику. Ну, да, это... То есть, где-то, к будущей 70-ому, значит, были выиграны две идеи, в том числе намбу и Гота, что можно рассмотреть вот такое вот действие, которое пропорционально на площади мировой поверхности. Поверхность можно задавать как набор функций. Каждая координата, в просто основании X mu, зависит от двух координат на этом мировом линии стене. То есть, ну, понятно, что общение от мировой линии частицы точечной до мировой поверхности некоторого одномерного объекта. Ну и раз мы имеем эту поверхность, то, конечно, внутреннюю геометрию можно описывать с помощью метрики. Ну, как геометрия поверхности, заданная таким прооритическим способом, находится, все знаем, в специальной геометрии, что можно вот интервал ds в квадрате написать, подставить туда в качестве дифференциал координат и получить такую креотичную форму именно по дифференциалам координат на поверхности, сигманой и сигманой. Ну, и получается вот такое вот соотношение, что метрика на поверхности вот так выражает классично по производным координатам на линии стене. Сигманой – это типа времени, да? Да, сигманой – здесь можно времени подвод для координата на… в данном случае. Ну, и площадь, как записать по поверхности, знаем. Вот t – это просто коэффициент постоянный, это самое натяжение струны. Размерность у него понятна какая, да, там… Единица на… Какие эти разменности? Ну, зависит, в общем, от респекта, какие у нас разменности этих… А, ну, разменность понятно, что вот, поскольку все-таки площадь, да, чистая площадь, то это единица на площадь должна быть, единица на крайней мере. Ну, или массовая единица в длине места, постоянным планом, это… Представить нужно количество. А h без индекса, здесь это, естественно, модуль определителя метрики на поверхность, то есть, обычная вот форма для площади. Ну, собственно, вот это вот действие, как я называю, хламбургута, оно, конечно, хорошо произвести, что казачно, но ничего сильно хорошего прямо из него получать неудобно, потому что оно вот содержит корень. А работать в комплекте поля с действиями, которые являются полиномами, там, по-производным, это неудобно и даже не возможно. Ну, к счастью, есть эквивалентная форма записи действия, которая квадратична по полям, а, как видно, конечно, вот здесь координаты простатства временной хмю играют роль на поле, просто они в поле. Ну, вот запись действия в форме квадратичной поле, она тоже есть. Вот она, внизу приведена. Если мы начнем здесь варьировать по h, считая, что h и х независимые переменные, варьируя по h, мы как раз и получим вот это вот соотношение, связывающее нужным образом h с производными вот с. Их большой выступает в ориентировании координаты как координата многомерного пространства. А ты говоришь, что это полевые преды, поля какие-то. Ну, да, исходно это координаты, но если мы теперь посмотрим, что же у нас получилось в этом действии, И вот чисто на него посмотрим, и увидим, что это двумерная теория поля, вообще-то, получилась. С точки зрения поверхности земной струны? Да, то есть, если мы рассматриваем это на мировой поверхности теорию, которая получилась, то это вот двумерная теория поля. Тем не менее, х это четырех вектор. Да, с другой стороны, смысл этих парней это координаты по станции времени. То есть, это координаты? Да, да. Но поля, это же намного более общая, поля по большим размерам. Ну да, вот смысл, реальный смысл этих парней, это координаты по станции времени. Но с другой стороны, поскольку объект такой, какой есть, с одной координатой с одной временной, на мировом месте, то это, с другой стороны, теория поля. Слушай, ну вот, пока это еще... Простите, что это понятно. Угу. Будем, будем. И у тебя вот эти поля, то есть, вот эти координаты, да, они будут реально операторами? Да. Простите, пожалуйста. Либо... Ну, подходов много, можно, канталами, естественно, и функциальных интеграмов можно, и различные операторные подходы. Без духов, как канталами, это динамики старая, и с духами Фатеева Попова, и прочие варианты есть, все они согласуются. Ну, естественно, вот, для вот этого кратичного действия, а вот это, вот, нам Буготто, ну, реально, они никого не мангивают, общественная литика, конечно. Может быть, исходно, Буготто и записал, там, теорию, там, со связями Дидирека, теорию, которую они с этим со связями Дидирека использовали. Но, я думаю, что на практике, конечно, там, в конце концов, сводил, это, вот, квадратичное угрожение, которое можно было уже реально производиться. Действие построили из того соображения, чтобы уравнение движения правильно получалось? А, то есть, обычно? Вот, на самом деле, вот это, вот, как-то угадали, просто, исходя из того, что это одномерная электрический вряд ли система, просто. Что, вот, это некая одномерная система, которую хотели, действительно, была идея, что адмезон это два кварка с натянутой струной, и энергия пропорционально в длине, да? То есть, ну, собственно, вот это и написали, фактически. И дальше это честно рассмотрели, и, вот, действительно, вывели оттуда, это, давай, почему? Почему? Сигмало, 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 из-за чего? А, из-за чего? А, из-за чего? Одна коньяна в длине просто, его революционное время не описывает. То есть, одномерный объект, когда его революционное революционное время, не получается поверхности. А один момент времени, наверное, это одномерное. А уравнение движения на х, тогда, какое будет? Вот, сейчас мы к этому придем. Отсюда тоже его можно получить, да? Из, если нам угодно, но это некоторое занудство содержит, да? Потому что, все-таки, корень этот, надо дефинцировать. Вот отсюда его очень легко получить. Сейчас мы к этому перейдем. Но, первое, что я уже говорил, что важно отметить, что они эквивалентные. А это видно, если действительно варюировать по H, по этой независимой метрике здесь. Получаем нужное соотношение, действительно. Да. Ну, короче ухажение, но еще слишком простой. Даже в моментах это видно. Ну, естественно. Ну, естественно, оно там… Этистская вероятность, да? Не улучшает этистскую вероятность, что вы, конечно, не придете. И одно из этих мероприятий, но уже там… Много измерения. Да, и два измерения, то есть этистегия, неизмерная процедура. Ну, в этом, в этом, вот, постоянно, в рентгенболской санитии, здесь, в группе Банкаре, для оборудовательного стилинг. То есть, число измерений, действительно, здесь, ну, любое целое пока что осматривается. А… Какая метрика в этом ежедневной процедуре? Понимаете, в верхнем на 1-3-минга? А, ну, одно время, а все остальные, вот, координаты, то есть, сегнатуры, будем стараться использовать, где не перепутаем, такую, что есть минус для временной координаты и плюс для… Посмотрите, конечно, когда координат много, это более удобная форма, все-таки минус 1, да, плюсов… остальные плюсы. А, то есть, координат нет как-то, да, 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 да. Но, если у нас, скажем, будет время не одно, а два там уже, да, то уже причинность погибнет, и, соответственно, это… да, совсем… Да, совсем… А, когда ты с одним или… Нет, с одним причинность, в принципе, будет, известно аналитичность, и все вот… что они там поднимают… Ну, просто… Там же проблема в том, что, если времени два, да, то можно поворачивать, при образовании делать, и поэтому нет направления такого задумала. Поэтому всегда обращение на обычное измерение, как правило, рассматривают одно время, и остальные координаты пространственные. Ну, что означает, что интервал в интервале, то есть, с одним знаком входит одна координата, а с другими знаками… с другим знаком все остальные выходят. Хотя, конечно, в принципе, можно было бы рассматривать и произвольные частоты плюсов и минусов, но это вот с причинностью уже не согласуется, да, там, вот… общением обычной теории почти другого. Ну, если это потом используется на масштабе массы планка, да? И там, если квантовая гравитация то есть, если вы еще узнаете, какая-то причина для этого вообще? Метрика, может, меня-то все будет? Ну, модифицировать упроще именно координаты все-таки пространственные, а временные там… Ну, в общем, наиболее простой вариант, по крайней мере, можем сказать, что вот этот. Действительно, теории там с двумя временами тоже, на самом деле, рассматриваются, но в очень таких специалистических случаях. На масштабе матча-жунка метрика жармак-бантово-культуры, где там что-то между… Ну, мы здесь, во-первых, будем рассматривать, во-первых, теорию измущения сначала, да? Поэтому нам не отлиться вот это. Ну, и чисто твостое опасное время и расследование вот этих вот объектов… Ну, посмотрим дальше. А что такое эта теория мантово-гравитации? Ну, до этого еще надо дойти, на самом деле. просто, но все сразу нельзя получить. То есть, есть теория возмущений, колебания, рассеяния на плоском фоне. И дальше есть классическая гравитация, предел… То есть, там безмассовую моду в теории только оставили. А вот теория, действительно, которая с сильными там квадровыми колебаниями на планетарском масштабе поописывала, это такая вот прямо так вот напрямую это даже не опишешь даже с помощью теории струн, поэтому вопрос не будем затрагивать. А я сейчас рассказывал мне, так сказать, известных людей, которые заявляют, что вот теория струн – это единственная на сегодня самосогласованная теория квантовой гравитации на любом масштабе от планка и, так сказать, дальше. Ну, это не значит, что мы можем вывести из нее следствие в любом режиме, вычислить контактном масштабе. Ну, вот я не знаю, что метрика структурируется, и сигнатура… Ну, правильно, но мы просто невозможно, то есть, с учетом марковых эффектов, вот эта другая сигнатура здесь и неплохо, действительно, но мы просто не сможем фанализировать. Вы просто не можем ее решать, да? Да, да. Мы считаем, что анализ у вас в глазах. Нет, ну, мы практически даже не рассматриваем сигнатуру никаких, ну, вот, реально. Ну, да, знаете, тут просто слова, что это умолкопрощая феория квантовой гравитации. Нет, на самом деле, ну, понятно, что мы все режимы описать, вывести следствие не можем. Но там, где мы можем описывать, там мы видим самосогласованность. Поэтому теория хорошая. Вы можете ответить слабую, да? Да, слабую, и можно описывать вот предел именно классической гравитации. И дальше, вот, в тех случаях, когда у нас помогает симметрия, сказать, суперсимметрия, то можно переходить от одного к другому и тоже наблюдать там согласие. Вот прямо так вот сразу режим сильной связи описать во всей теории, конечно, невозможно. те чудес даже здесь не происходит. Ну, давайте, вот еще посмотрели на это действие. И сейчас видно, конечно, что у него много симметрий. Ну, в частности, вот эта вот метрика на поверхности аж туда входила таким образом, да, что если эту метрику умножить в каждой точке на произволную функцию, то эта функция на самом деле не входит в действие. да, потому что вот есть корень из определителя и есть обратная метрика, да? Вот этот корень из определителя, по этой, по функции вот этой вот, на которую мы умножаем метрику, линейный, а обратная метрика, естественно, единица на эту функцию, куда сокращается, видно, да? Вот, значит, в действие входят не все компоненты метрики, а вот именно такая комбинация, что если в каждой точке мы делаем масштабное призывание, такое вот умножаем, производим масштабный фактор к метрику, то этот масштабный фактор, на самом деле, в действие не входит. Это называется комфорная вариантность. Вот, это раз. В каждой точке, то есть в каждой точке, то есть в каждой точке, то есть в каждой точке, вот здесь вот этого нет, в нижней строчке, да, никаких производных, поэтому в каждой точке здесь можно. А при таком призывании X не вывазуется. Чисто вот, просто хочется сказать, каким образом метрика, вот эта H, она в этом действии независимая, пока что. Вот она входит таким образом, что масштабный фактор на самом деле не входит в действие. Вот. Ну и, кроме того, конечно, на эти координаты сигма, они совершенно произвольные, можно любые выбирать. Ну и из геометрии дифференциальной известно, что можно всегда выбрать такие координаты, что метрика станет пропорционально плоской, постоянной метрикой. В большом кусочке? Ну да, то есть это не физиально маленький кусочек, но все-таки... Маленький, только на дифференциальном маленьком. Не-не-не, в конечном, в конечном. В маленьком, это же можно в любой размерности сделать, а вот в двух измерениях можно в конечном кусочке. Ну, достаточно маленьком, так, чтобы, так сказать, в таком месте всякие ограничения не мешали это сделать. В двух измерениях можно? Да. В двух измерениях нет. А, конечно, естественно, естественно. Только в двух измерениях. В трех измерениях уже нельзя, естественно. Ну, просто в двух измерениях это умешает, скажем, наличие тензоровелия. В четырех измерениях, если вот тензоровелия, который можно построить из тензоровелия, замыляется, тогда тоже нужно ввести эти конформно-проские координаты. То есть, называется тогда поставство конформно-проские. Но в турнире вообще всех там нужно... Это известно еще из 19-го века, на самом деле, официально. И тогда понятно, что если мы такие координаты введем... то вот этот вот фактор, который множится на эту плоскую метрику, он у нас выпадает совсем из действия. Здесь вот, да. Просто обратная метрика это плоская. Делить на этот фактор, корень вот этот. Этот фактор, то есть он вылетел. Просто результат будет тот же самый, как если бы мы взяли сразу плоскую метрику. И вот, значит, оно и написано. Вот сейчас это действие здесь для плоской метрики. Ну, тогда мы видим, что это, конечно, вот действительно просто G свободных полей. Ну, 5 число измерений по самому времени. Правда, при M0, вот это вот поле, оно входит с ненормальным знакомым. А пространственные компоненты, которые соответствуют камере, они в правильный знак. Я сказал, что это не могу, это гибель большой, да? Что это такое? Как я на него смотрю и что я с него прикрылся выше? Ну, вот он геометрию этой струны задает. То есть вот, физически, если модель вот эту вот Mison рассматривать, да, вот, трубка, ток, вот это вот, потока поля. Это сама струна, это двумерная струна. А их большое, это у меня десятимерная пространство. Их это его координаты. То есть, Сигма-1 это координата вдоль вот этой вот струны, можно считать, задаем эти, например, так. Это понятно. Это две координаты струны. Да, да. А Х большой, это координаты большого пространства, где эта струна бегает? Да, да, конечно, да. Почему я должен, во-первых, Х рассматривать как функцию Сигма, вот этих Сигма? Потому что я не могу сидеть прямо на струне. Можно, то есть, если вы интересуетесь только внутренней геометрией этой струны, то да, вот там ничего не надо знать про то, как она вложена. А что я буду платить за этой струне? Ну, вообще-то, нам, конечно, надо знать, как она там, именно, колеблется про наступление, потому что от этого зависит, скажем, энергия и зависит взаимодействие, да, вот этих струн между собой. Поэтому нам нужно знать вот эту внешнюю геометрию тоже. И как раз действие, оно, очевидно, содержит, примерно, вот, выражено все-таки через внешнюю геометрию, хотя, на самом деле, там, конечно, действие, это именно почница. Слушайте, а вот, вот мы в таком подходе, если я для двух разных Сигм, ну, Сигма, Сигма же второго, да, ну, Сигма-нерс, для двух разных точек на струне, естественно, впаду, тут, как бы, ничего плохого не происходит. А, с другой стороны, ну, это, как бы, странно, потому что, если струна сама пересекается, то, что... Ну, вот, сейчас мы осматриваем, фактически, свободную струну, пока еще ее колебания, поэтому, как свободная, то и ничего не происходит, если она пересекается. Но дальше, если мы будем рассматривать взаимодействие, то, действительно, там, где она сама пересекается, в принципе, там есть вероятность взаимодействия, действительно. Ну, вообще, вот, в этом подходе, где у тебя Х это поле, как это может быть реализовано? Какая-то какая-то сингулярность, когда у тебя Х от разных точек совпадает? Оно там, если это еще свободной теории рассматривается, то ничего там плохого не происходит. Может совпадать сколько угодно. Пусть она взаимодействующая, но все равно... То есть, может пересекаться, но ничего плохого не происходит. А если взаимодействующая, ну, это отдельный вопрос, к которому еще надо дотраться. То есть, там-то такое действие уже нельзя не существует? Нет, но это действие там будет использоваться для... для именно вот асимпатических состояний, которые с учетом взаимодействия рассеиваются, да? То есть, вот это действие описывается... Действие, ну, похоже, но там действительно будут играть роль вот именно геометрия, с учетом того, что топология может быть другая в струне. То есть, вот здесь вот топология колориста мирового, там... Этих... только где-то описывается. Она либо полоса бесконечная, либо цилиндр бесконечный. Ну, а если это в пространстве реально там и с вами пресекается, то здесь это не важно, похоже, по-моему. Ну, да, вот дошли мы до такого простого действия уже, с которым, в принципе, мы, конечно, умеем работать. И, в частности, мы, конечно, легко из него получаем уровнение движения. Линейное, конечно, получается. Вот. И решить мы их замечательно можем, потому что... Понятно, что решение – это бегущие волны, направленные на лево, с них суперпозиция. Они поджерняты, как? Ну, вот по этим вытек координатам, конечно, деливать. То есть, другие? Да, практически лимонный. Я не понимаю, слушайте, зачем мне их есть? Ну... У меня говорили, что потом вы будете смотреть, как это боле, как будто бы, да, плантовое боле. Вот этого я никогда не делал. Ну, на самом деле, ну, давайте так. Пусть пока это вот такой рецепт, который люди проделали и получили интересную эту теорию с амплитудами виросуры, которые хорошими свойствами обладают. Хотя бы и так, например. Слушай, ну а нельзя сказать, что эти белые волны, вот это уравнение, оно тогда соответствует тому, что у тебя самая порядочная струна просто калибрица и все. Сама струна? Ну да, конечно, конечно. А на струне калибрица только грузиков связаны. Есть время и есть номер грузика. Это сигма. А есть отклонения и соответствующую грузику – это поле. Действительно, любая струна металлическая, гитарная, она вот так вот и описывается калибрицей. Реально, если поописывать, так бы и было. Есть какая-то величина, например, актономитная амплитуда или напряженность и так далее. Она функция кардинал. И вот это поле, да? Ты бы что-то из большой это называть поле. Но... Координаты у тебя будут сигмы. Да? Да. Вот реально, калибрица... ...это из большой это координаты, только больше он подсказан. Да, ну вот физический смысл – это координаты, но с другой стороны это в то же время и поле с точки зрения уравнения. Это координаты и элементы поверхности, ну или элементы струны. Но это координаты, это не напряженность поля. Это не напряженность в любом случае, напряженности скорее производные. Не облитуда. Я имею в виду, что ты имеешь? Объединенность поля, где взяли облитуда вроде. Скажем, знаете, потенциал электромантик. Это функция координаты. Но само поле, это некая новая физическая совершенно... Да. Она к координатам не имеет отношения. Правильно. То есть это больше не к электронитному полю, скажем, лучше сравнивать, а с колебанием сплошной следы. Скажем, с теорией пупости. Или... Среда может быть и одномерная. Среда может быть большая. Это эффекта проявляют координаты в начале. Например, в институтах... Экономитные колебания, где не всталя на бочок, потом... Поднимаем ли сюда. И она искусствует координаты с друзьями. Это будет понятно. Сначала это является координатой в дискемерном расстройстве, в котором живет Сунда. А потом этот эффект превращается в физическое поле. Я этого не понимаю. Оно в поле, можно сказать, не физическое, а... Но все эланс-климатические свойства этой теории, конечно, диктуются видом этого действия, этих уравнений. И поэтому они аналогичны свойствам таких же систем, которые описывают поля. Поэтому, конечно, это вот и есть... Экономитические показатели зрения и теория поля. Если я откажусь смотреть на их, как на координаты, это возможно? А откажусь на это поле какой-то? Ну, да. Вот с точки зрения мирового листа вот этого, когда мы... Давай отлети на поля. То есть, есть два взгляда все-таки. Один взгляд, когда мы смотрим на эти координаты. Другой взгляд, когда мы смотрим на эти координаты. Это разные вещи. Надеюсь, а когда у него... А когда у него... А когда у него... Он будет просто оператором, да? Угу. Как ты его будешь комфортифицировать? А, ну, дойдем, дойдем, скажем. Тебе не любит его. Не смейся. Дойдем... У него будет классическая частная, какая вот это вычет. И какие-то на 9-2-й ситуации, да? Ну, это же... Какие-то компактитируют? Это же, в общем-то... Такие модели ты можешь вполне физически сделать. Которые тоже, там, вот... Какие-то измерения комфортифицируются. Поэтому... Вопрос вполне законный, но... Конечно, это можно сделать. Конечно, это можно сделать. Я пытаюсь прослевать, потому что Виктор Бой изговорит. Мне это тоже не очень понятно, на самом деле. Ну, мы дойдем еще до регистрации. Сейчас не будем мы этого вздевать. Вот. Если я так покирую по координатам, Зачем Таневу их поднесут обученность? Ну, мы не можем только с одной стороны смотреть, да? Мы... Дальше сам не стало сомневаться. Поэтому... Включенность тоже нужна. Что давайте все-таки еще скажем здесь? Что... Нет, это... Уврат от Алипали, оно же должно... Базоны, фензионы и остальные... Это черт... Оттуда и видно, что получается... Алипали, вакам, тут спетал, и вадим-выбниках. Это что означает? Что мы меняем выск? А, спектр пока еще не клируем, потому что мы граничные условия не успели наношить. Мы сейчас их наложим, но у нас будет дискретный спектр. Давайте, дойдем действительно для этого. Но все-таки, что еще до того, когда мы наношим граничные условия, нужно что сказать? Что у нас вот там исходно была метрика здесь, да? Которую просто мы зафиксировали плоской. Но, вообще-то, в том действии нам надо было варьировать по метрике тоже. Поэтому, на обумысленно это здесь тоже надо варьировать по метке, которые мы здесь не видим уже, да? Ну, и что вариация действия по метрике дает? Дает тензорный глипус, как я хочу рекомендовать в случае относительности. Но, тензорный глипус, правда, именно вот эта двумерная теория порта, то есть двумерная глипуса. Можно будет ввести еще и тензорный глипус по состре временной струны. Это отдельная вещь. Другая вещь наобой там. Индексы уже будут по состре временной, да? Но мы сейчас говорим именно о двумерном тензорном глипусе. И вот, в раме движения, соответствующие вот этой вариации, говорят нам, что этот тензорный глипус должен быть равен нулю. Вот это можно рассматривать как связи, которые накладываются в дополнение к этим вот линейным уравнениям. Это значит, что вот не любые у нас решения здесь возможны, а эти решения еще должны согласовываться с тем, что мы выбрали специально эти гардинаты на фонопоске. То есть, на самом деле, вот это действительно значит просто, вот если мы посмотрим на последнее равенство здесь, то у нас метрика комфортно-плоская действительно. Потому что первое срагаемое, это действительно метрика, а второе срагаемое действительно имеет комфортно-плоский вид. Вот, H в данном случае, просто уже, естественно, имеется в виду его упуска метрика. Ну и тогда вот этот указ сильно говорит, что действительно с нашей выбранной колебновкой у нас наше решение на это согласуется. Если возьмем нормальную, конформную, четырехмерную теорию, точно конформную, да? Спектр возбуждения без массового. Так вот, здесь я заключаю, что у этой струны спектр возбуждения без массового. Да, спектр действительно, в этой двумерной теории, действительно, это поле без массового. Это правильно, да. Но это не значит, что струны в пространстве времени без массового, потому что там масса совсем по-другому. Нет, струны есть много струны на движении. За счет него, скажем так, будет и масса там, естественно. То есть, это другая масса, так как мы знали, была. Именно масса этого поля, этих полей. То есть, вот такую связь получили. То есть, имеем, значит, линейное уравнение, плюс связь. Нет, но по отдельности масса, она... Учебное уравнение после тренингового оборудования с линейной массой, получается, что-то другое. А, это другое, да. Но вот именно вот эти связи очень исключительно важны, на самом деле. Да, то есть, это важнейшее. На самом деле, суть как раз вот именно в этих связях здесь. Потому что, естественно, связи, как мы знаем, это генератор асимметрии. Ну а симметрия, это самое важное, что есть в теории, да. Поэтому мы сейчас и придем к этим связям. Вот. Ну, опять, решение, да, здесь написано, что суперпозиция бегущих лун. Вот. И вот связи, как тогда выглядят в отношении вот этих функций двух f и g независимых, которые здесь возникают, да, в эти бегущих лун. Вот. Ну, удобно тут, кстати, специальные координаты внести, вот такие вот, так сказать, светоконусные, да, патрулья, сумма и разность сигма-1 и сигма-0 здесь. Вот. Компоненты тензовой энергии плюс именно относительно этих координат особо просто выглядят. Вот. Как просто вот квадрат там производных от х по этим координатам по сигма плюс и по сигма-1. Ну, и связи приобретают вид вот квадраты таких вот производных равной энергии. Вот. Ну, и теперь давайте вот граничные условия, действительно скажем, которые здесь нужно наложить. Ну, и два, которые изначально рассматривались, условия возможны. Один, это, есть свободные концы, два, усуны, и... На краях. На краях, конечно. Именно на краях, конечно. Если везде, то, конечно, это понятно, что ни с чем не будет согласоваться. Вот. Конечно, именно на краях им нужно, это граничные условия. Ну, просто глядя на это действие, мы, конечно, видим, что, если мы варьируем, там возникают граничные страдармы, как всегда, и нужно накладывать граничные условия так, чтобы вот эти вот поверхностные граничные страдармы, они тоже завалялись. Ну, и это вот требование вот такого условия удовлетворяет. Это там условия Мимана, что ли, вот, так называется. Ну, и дальше можно тогда, с учетом этого граничного условия, записать общее решение. Ну, какой-то имеет вид ряда фурья по временной вот этой вот компоненте. Коэффициенты, всякая нормировка их выбираться может из условия после того, чтобы вот эти моды, которые там выделяются, имели какие-то там кондиционные соотношения самые простые. Вот. То есть, t это то самое натяжение. Ну, конечно, можно было все обводить, можно не вводить, но тогда там будет немножко другая нормировка этих кондиционных соотношений. Вот. Дальше, что посмотреть? Если взять моду, которая не зависит от пространственной переменной, да, то это будет соответствовать движению центромассы. Просто стволами. Опять, x маленькая, это, соответственно, координата центромасс в таком случае. А p-мю, это соответствующий 4-х липтор-минкурс. Да, фактически. Центромасс. А остальное, да? То есть, движение центромасс. Да, а остальное, это именно колебания. Ну, колебания, да. Пока что мы еще, скажем, погрантовали, да, это просто вот относительно центромасс смещение от самой стволной, описываю, в зависимости от седьмой координаты. Кординаты вещественные? Вещественные пока что, но при образовании поморота вика мы в какой-то момент можем сделать, это зачастую удобно очень. Ну, исходные у нас вещественные были. А, вот эти вот альфа-моды, они как раз, то чтобы x большой был вещественным, то вот эти вот альфа должны быть комплексно сопряженными, с, значит, при замене n-n, нужно, конечно, комплексно сопрягать альфа. Эти альфа-моды установлены от альфа? Да, конечно. А там пикер, там он тоже, да? И написано сюда, ну, вот n, оно как бы плюс и минус имеет, поэтому вот так действительно просто сопряженное при таком условии получается, именно с i-цетем. Вообще, я не ручаюсь тут, что эти знаки там и коэффициенты будут соответствовать там знакам коэффициентов в кульционном соотношении, потому что это особого смысла следить вот сейчас за этим не имеет. Понятно? Ну, конечно, если это последить, то можно любиться. А вот это, какое желание равное? По иную, там, броневание. Оно соответствует движению зоны, как зону? Да. Да. В общем, да. Да. Ну, и почему это косинус? Понятно, да? Что вот если мы действительно продиференцируем по сигма-1, то именно вот косинус n-сигма только нам и даст вот в нуле и в π за нулением вот этой вот произвольной по сигма-1. Ну, и что здесь, это вообще-то стоячая волна, да, но что она, есть суперпозиция голубегущих, то в кроме 100 она тоже, конечно, видна. Что если косинус записать региструемый двух экспонентов, то там соберутся сигма-0 и сигма-1 как нужно. Поэтому действительно решение не уравнение исходное. Но, естественно, не с любыми вот этими модами оно удовлетворяет связям. Связи – это отдельные условия на вот эти вот амплитуды. Да. И xdq. А что потом делать достаточно классическим? В чем угодно? Ну, конструкционное соотношение выглядит. И x-маленькая международная тоже операция? Да. Тоже, да. Но оно сопряжено с этим выпуском. Ну, реально, вот мы частицу точно так же можем квантовать, механику частицы, электрическую. В принципе, там именно вот x и b не получаются. Там нет всего остального, а x и b там вот точно такие же в нашем смысле. А здесь вот еще вот эти есть моды, которые одномерные динамику описывают. Вот. Кроме этого условия Мимана для открытых струн есть, возможно, конечно, условия периодические. Тоже, конечно, там уж вообще никаких граничных не возникает, естественно. Согреваемые превалиляции действия. Вот. То есть, можем потребовать, да, что функция периодическая замыкается. Ну, и производная, что при этом в замыкании, конечно, совпадает, тоже надо, конечно, потребовать. Но больше ничего не надо сделать. Вот. И разложение получается вот такое. Ну, поскольку от нуля до π, то тут вот четные вот эти n входят. Ну, как-то это принято там, где-то удобно именно от нуля до π. Хотя, конечно, можно было бы координату вдоль струны там на любом отрезке играть, естественно. Ну, там сменились бы коцентами. Ну, что здесь интересно? Что центр масс, естественно, также описывается. Но вот этих вот бегущих волн мод теперь в два раза больше, если прямо вот n с теми же самыми сравнивать. Ну, а поскольку это все-таки их бесконечно много, то это, конечно, не так больше газа больше. Вот есть два набора вот этих α, они независимо между собой, если связи еще не осматривать. Альфа-α-стильный. Ну, и дальше, конечно, как всегда в теории поля, естественно, можно записать Вобержа и Верутиньян классический в терминах вот этих вот мод. Ну, и подобраны там коэффициенты где-то, где нужным образом, если нужно его заподобрать, то можно добиться, что этот Верутиньян там будет иметь вид Верутиньян расциллятора обычного. Плюс там что-то будет входить вот от Олимпуса еще, да, там. Ну, а раз это у нас получится сциллятор, то, конечно, набор, конечно, сциллятор, независимо. Из этого Ганжана, конечно, можно вывести там и скобки Пуассона, и резидентонохромализм, и если мы дальше пойдем в квантовую теорию, мы знаем, как действовать. Так что нужно скобки Пуассона заменять на коммутаторы нужным образом. Вот. Естественно, все это можно проделать. Получается, вот как положено, как между координатами. Ну, никогда не зависит для свободной частицы от икса. А коммутационные соотношения просто из-за Ганжана получаются, когда там скорость входит. Поэтому, если мы говорим, что, ну, обычным образом, вариация Ганжана по скорости, там это импульс, да? Скорость, скорость, это икс с точкой. Поэтому... Если ты подставишь, у тебя там икс вообще не будет. Не, ну, в гаммитоняне икса и не должно быть. А! Ну, правильно. Чтобы тогда вот это вот получить, мы тогда эту нулевую вот эту моду должны записывать не в этом виде, как решение, естественно, уровни движения, а как некоторую вот функцию от сигнал 0, да, просто. Тогда мы выведем правильное революционное соотношение. А то, что там написано, это уже решение написано практически. Прямо же движение. Поэтому, конечно, вот аккуратно сегментарь требуется, действительно. Правильное значение. Ну, вот они написаны для этих полей обычные коммутаторы. Ну, то есть скорость и координаты коммутируют на функцию в одной точке, а все остальное будет. Ну, вот эти ответы большие. Вот, блокферизация написано, какие они маленькие, плюс каллиплания суммы. Вот реально, у вас звучит, какие каллиплания суммы, а их суммы маленькие. В самом деле так же глотается, но получается, эта мода, она совершенно аналогична механике частицы без каких-то дополнительных степен свободы внутренних А все остальное внутренние степени свободы У нас некоторые связи будут давать связь между импульсом центромасс P в квадрате и числами заполнения всех остальных мод Вот это как раз и будет соотношение, которое будет нам давать чмурат-плат массы Вот уже в моде данные, с заданными числами заполнения вот этих колебаний В каждой моде своя обстоятельность Это другой тензорный импульс Здесь два тензора энергии импульса Один с точки зрения поверхности, на самой поверхности А другой вот этого объекта пространства и времени То есть, ну, просто есть симметрия, во-первых, относительно репараметизации на... Ну, тензорный импульс – это следствие некоторых сдвигов, да? Можно выводить с темы не вот так И вот сдвиги могут быть по средствам времени, а могут быть на огромном месте репараметизации И в том числе сдвиги просто И, соответственно, два тензорных импульса Потому что это два разных преобразования, две разных эксиметрии, и каждому тензорный импульс Вот у меня есть струна Если она просто... мне нужна сама по себе То мне плевать на внешние пространства дезимерно Я могу жить и иметь дело только с двумерной струной Это двумерная моя теория поля Мне большие иксы вообще не нужны Ну, какая же двумерная теория поля Если вы выбросите косы иксы Вот это и есть теория поля Поля, которые живут на вот этой вот... Изменяйте суть струна Вот, возьмем двумерную теорию поля Это и есть теория струны, только бесконечно долг И я смотрю воспользования, которые идут вдоль этой струны Это спектр внутренних воспользований Я не обязан меня помещать здесь Вы можете с любой... Ну, как, эти вот поля, это и есть координаты дезимерно Ну, их просто 10 штук там Я могу забыть про дезимер И рассматривать двумерную теорию Ну, вы можете, но от этого ничего не изменится Вот именно, что ничего не изменится Поэтому я не понимаю, что они у них самые большие Для чего они нужны? Ну, да вы же их рассматривать будете все равно Как... Понят, живущие... То есть, вы как-то... Дезимерно пространяете две струны И начну их взаимодействовать друг с другом И вот тогда мне нужно дезимерно пространять Но вначале мы хотя бы движение одной должны рассмотреть И там воды колебаний есть дезимерно А потом уже взаимодействовать Да, но мы же вроде начали с того, что Внутренние воды колебания с другом все без массы Тендерный ампиркус равенную Ну, смотрите, два Есть два ампиркуса, соответствующие двум симметриям Одна симметрия для образования вот этих координат сигма В средствии дельта сигма альфа равно эфсила альфа А другая симметрия — это совсем другое преобразование, которое меняет вот эти хмю Как функция от сигма И тут уже на некоторое, там, уже не все отдавайте, а это назовем Ты можешь по физике говорить, а не по... Ну, теорема Лютер — это часть физики, хорошо известная Все физики отличаются внутренние спутации сигма от их большого Ну, это... Вот, смотрите, просто если мы рассмотрим не струну, а частицу, да, в мировое длине Вот сигма — это... Изменение сигмы — это репрометризация вдоль этой мировой длины В механике рассматриваем, мы можем рассматривать и это, и репрометризацию какую-то, можем А сдвиг тикса — это сдвиг именно вот в касательстве времени То есть и будет другое важно, но вещи разные Ну, вот смотрите, на мнение на хмюк у Андрея было такое Минут... Я просил по физике, можно что-то объяснить? А вы, если вы электрические ключи Ну, смысл... Физический смысл совершенно, наверное, действительно разный Вот у джинного импульса, который получается из вариаций именно выстострельных координат Эта цена там дает массу, например, инергию, импульс Вот это струны Это объекта Вот еще То есть, натяжение струны Это ее внутренняя вещество, что заменение земляного пространства Пока струна про это не знали Так, эта струна можно сгуртать из-за ее белых волны Так вот эти волны, насколько я понимаю, они все безмассовые Да? В голову, да? Да, в рамках двумя теориями поля, да, это безмассовые поля, естественно Так, а теперь, а какие еще другие темпы, энергии, импульсовые массы, откуда они дадутся? Энергию... Энергию несут эти волны Да, а приписайте себе просто... Это электромагнитная волна, это безмассовые частицы Давайте себе представим просто механику частицы, лентилистуру Там известное действие, конечно, замечательно известно Действие просто Функциональной длине Этой Мировой линии Да, интегала от интервала Вот Ну и... Ну, здесь тоже, вот этот вот деск Здесь зашифрован на самом деле Корень некоторый из координат, как функции от... Параметра этого времени камера ввода Ну, а в физическом смысле я не говорю, что... Вот один тензорный гиппульс, а это настоящий энергию пульс... А? С трунами А второй тензорный гиппульс... Ну, нет А второй тензорный гиппульс, это связи Которые связи, естественно, клянцы чего-то работают Подожди, можно вот так сказать, вот так объяснить Может, Виктор Иванович как раз это интересует Что у тебя вот те моды разбуждения струны соответствуют действительно безмассовому, да? Но, тем не менее, на нее ждут энергии И масса вспомнилась с этой энергией Которая была заключена Посмотрите... Я не понимаю, что это нормально Вот смотрите, вот у частицы обычная Вот есть масса частицы, да? Вот обычная масса Вот один тензорный гиппульс имеет энергия и масса равны 2 к лице Это называется натяжение Но это не имеет отношения на спустение туалетной струны Никакого? Нет Ну, то есть, да, вот всегда Вот действительно, есть два взгляда на эту теорию И это очень важно И это характерное свойство теории Что есть всегда взгляд пространства временной И есть с точки зрения мировой поверхности А вот те массы, о которых ты будешь говорить Вот не нулевые Они же все пропорционально натяжены? Ну, размеры параметра один, поэтому куда деться Конечно, вот он нужным образом будет сходить туда Ну, это настоящая масса вот этих возбуждений Ну, давайте перевернем систему где-то у нас колеблица Вот это Т равно не милю Ну, не милю классово, ну понятно Тогда это энергия В этой системе струна просто колеблится И есть энергия, связанная с этими колебаниями Вот это безмассовое Это не милю А ее внутренние колебания Они колебания в точке зрения вот этой двумерной среды, так сказать Да-да-да-да Внутренней, они безмассовые Но с точки зрения вот Краснодарского времени Представьте вот просто теорию пуглости И там колеблется какой-нибудь болванка Это, эти колебания тоже описываются в теории поля Которые в эти возбуждения безмассовые Но тем не менее, конечно, в этой болванке есть энергия Которая разная в зависимости от возбуждений там вот этой болванки И то и другое есть И здесь тоже самое Да-да-да У меня есть толстый круг Но в него есть Ну, я не знаю, вот это буква Т Натяжение Да-да-да Тоже есть Да-да Немножко по-другому может быть, но Более-менее просто Крута имеет массу Да-да Теперь мы рассматриваем Малые фулктуации бегающие вдоль этого крута С точки зрения Вот эти двумерные теории, они безмассовые Да-да Но с точки зрения нарушенного наблюдателя Это энергия, настоящая энергия Да-да Настоящая энергия Это энергия, настоящая энергия Да-да И вот тогда, за счет этого внутреннего Д Натяжения Они Теорида внешнего наблюдателя Приобретают энергию и массу Да-да Ну конечно, то есть Есть Тензор натяжений В теорию крутости, естественно Вот это прямо Соответствует Тензору гипуса Праздновской времени А в то же время Если мы эту теорию Рассматриваем Вот звук Или какой-нибудь В этом твердом теле Это вполне себе Безмассовая Вот теория поля В этом смысле И одно другому Никак не противоречит И здесь тоже самое волна Просто Измерений Вот Меньше Чем у болванки Но с другой стороны Она может быть тонкая Если только как раз Он столько же будет Ну и Значит Сейчас мы Наверное Будем подходить к концу Но единственное Что вот можно конечно здесь сказать Что вот из этих Концонных соотношений Для Полей Иксов Конечно можно И для Коммутаторов Тоже Для Альфа переменных Тоже Можно вывести Коммутаторы Ну если подобрать Там их номеровку Нужным образом То можно добиться Чтобы они имели Вот такой вид Чтобы координаты С импульсом Как надо Коммутировали И Чтобы Вот эти Асцеляторные Вот эти переменные Альфа Тоже Коммутировали Но Здесь Вот видите Так принято нормировать Что В правой части Есть И целое число Некоторые То есть обычно Там Для Сцелятора Разлезть Единичку Пишут Справа А здесь Удобно Не единичку Писать Ну понятно что Одно с другим Простым При образовании Можно было бы Подень Можно Внести Набировку Альфа Тогда Не надо Было Тогда Удобно Именно А Которые С Положительными Индексами Гэнд Они Значит Воре Пратов Уничтожения Ну это Как В теории Поля Так всегда И Нужно делать Понятно что С одним Знаком Объявляйте Уничтожение Они значит Действуя на основное состояние Будут его Занулять А те Которые Частоте Соответствуют Те Значит Будут рождать Нам Возбужденные Ну Кстати Второе Соотношение Все таки Ничего там не надо Никакого в зависимости от того Выводить Андрей Потому что у тебя есть Вот такой квалутатор С точкой сексу Там как раз у тебя входит Да Вот Если отсюда выводить Прямо Отсюда если вы уже написали А хотим выводить вот это То ничего не надо Да То то годится Но если прямо на уровне Генжайна Туда подставить И С теми модами работать Тогда бы все таки Вот там Чуть-чуть А если вот так действовать То действительно Как раз Предыдущая запись В виде Сумы мод Как раз и годится Хорошо То есть это Отсюда выводится Легко Это упражнение Как раз Для всех Которые Хочут Что касается Ая Вот Ну В следующем Да Ну Дальше если мы Нокер И еще раз перейдем Мы посмотрим на наши связи Которые у нас получались Их можно разложить по вот этим модам Тоже в ряд фориер Они автоматически раскладываются И вот Соответственно Разные моды Между собой Коммутаторы Дают Ну Можно Кратко глянуть Да Вот Дают Вот такую вот Аудио Интересную На классическом уровне Получается Без вот этой Константы Второго слагаема В правой части А В квадном случае Вот еще такая Добавочка Но мы этим В следующий раз Более квадратно Посмотрим